Для Сочи блеск самоцветов, выставка традиционная, и организаторы стараются привозить эксклюзивные ювелирные украшения как минимум два раза в год. На этот раз петербуржцы не были в Сочи девять месяцев, поэтому уже в первые часы работы в выставке посетителей много. Выставка не очень большая, но я бы сказала очень представительная, потому что в большом ассортименте авторские ювелирные украшения и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, и Краснодарский край, Таганрог. Потом есть коллекционные образцы, есть немного бижутерии, есть и подарочные сувенирные продукции, есть антикварные работы. В первую очередь, конечно, спрос на натуральные камни. Экзотические, известные своими лечебными свойствами родонит, еще называют камнем утренней росы. По соседству бирюза, сердолик, жемчуг и небесный лазурит. Привлекает внимание пейзажный агат из Мексики, актуальный именно для начала осени. Его нарядность и тонкие цветочные переходы для истинных ценителей минералов. Ну а гериадор с бриллиантами в золоте, солнечный камень или дар солнца для состоятельных посетителей выставки. Это разновидность золотистого берила. Впечатлительные валынские тапасы, черная звезда, редкие авторские работы. Любой камень здесь на выставке можно отдать на экспресс-диагностику, экспертизу. Камни встречаются и в коже винтажный стиль. Вот в данном случае вот этот вот кабошончик, он приехал к нам из Заира, из Африки. Только там сейчас малахит добывают. Безусловно, посетителей выставки привлечет стенд антикварных вещей. Старинная брошь, сделанная она серебра. Делал ее ювелир Джозеф. Это ювелир 20-30-х годов. Он надевал Морлин Монро, Морлин Дитрив. То есть такие редкие вещи, на самом деле очень ценные в наше время. Приятным дополнением к ценным покупкам могут стать вот эти питерские кошки. Тоже авторские работы. А чтобы в кошельке всегда было содержимое, можно приобрести вот таких денежных талисманов, мышек, традиционно считавшихся оберегом финансового благополучия. Выставка-ярмарк открылась в художественном музее города и будет работать до 18 сентября включительно. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.